Добрый вечер, уважаемый товарищ. Будем начинать? Вентиляция не работает. Вентиляция не работает. Все, начинаем. Анатолий Абрамович, не надо сразу вот это величина. Сейчас мы все пойдем по порядку. Как положено по закону. Хорошо? Хорошо? Анатолий Абрамович, я сказал, мы пойдем как положено по закону. Все. Вы выскажитесь как хотите, без проблем. Уважаемые товарищи. Добрый вечер. Добрый вечер. Реконструкция МКАД. Участок от Можайского шоссе до Молодогвардейской улицы. Первый вопрос. Второй вопрос. Участок линейного объекта уличнодорожной сети. Северный дублер Кутузьского проспекта. Москва-Бородино. Дублер Кутузьского проспекта вдоль Смоленского направления Московской железной дороги. Публичное слушание организует и проводит городская комиссия и окружные комиссии в соответствии с градостроительным кодексом города Москвы. Публичное слушание завершается опубликованием заключения. Продолжительность публичных слушаний исчисляется со дня опубликования, распространения оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, что составляет не более двух месяцев. А мы вот только услышим. Жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на территории, в границах которой проводятся публичные слушания, могут принимать участие. Также могут принимать участие в публичных слушаниях правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений на территории, в границах которого проводятся публичные слушания. депутаты муниципальных собраний, на территории которых проводятся публичные слушания. Каждый участник публичных слушаний имеет право вносить от своего имени предложение, замечание, пожелание к обсуждаемому проекту. Это выступление на собрании участников публичного слушания, что мы с вами сейчас начинаем проводить. Записи в журнале учета, регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний, подача в ходе собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний, бланки. Кто взял, кто не взял, пожалуйста, можно взять или в вестибюле, или здесь. Направление в течение недели со дня проведения нашего собрания, то есть от сегодняшней даты, письменных предложений и замечаний в окружную комиссию. Все предложения и замечания участников публичных слушаний подлежат внесению в протокол в установленном порядке. Уважаемые товарищи, хочу обратить ваше внимание вот на что. Что у нас достаточно большое представительство. Тут были замечания о том, что зал маленький, нету, убрали больше зала. Вот это единственное, что мы могли бы сказать. А сразу подождите, и вы не кричите. Значит, стадион Крылья Совета, на который вы ссылаетесь, это частная собственность. А на нашей территории можно договориться? Сложно договориться. А пробовали? Пробовали договариваться? Значит, сегодня, 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 мы выслушаем ваше персональное мнение каждого. Здесь, значит, то, что вы запишете, все будет внесено в протокол. И сегодня мы с вами не принимаем никаких окончательных решений. Сегодня вы высказываетесь по представленному вам проекту планировки. Вам доложат специалисты. Вы зададите все вопросы, которые вас волнуют. Вы выскажите все ваши пожелания, которые у вас есть. Все ваши опасения. Все это будет внесено в протокол, который вы можете по результатам публичных слушаний потом получить ксерокопию, как положено по закону. Или посмотреть его в управе, чтобы потом никто не говорил, что его мнение не было учтено или не было внесено туда в протокол. По итогам прошедших публичных слушаний, правительство Москвы с учетом протокола, который принимает решение об утверждении или отклонении документации, которую вы сегодня будете рассматривать. или по направлению этой документации на доработку с учетом того, что сегодня вы выскажете. Разрешите вам представить, кто здесь находится в президиуме. Значит, Решетников Михаил Михайлович, я глава управы. Чимацкий Сергей Николаевич, руководитель внутригородского муниципального образования Можайская. Мазаева Ольга Викторовна, руководитель муниципалитета Можайская. Захарова Надежда Анатольевна, начальник управления градостроительного регулирования западного административного оборудования. Продолжаем. Значит, я предлагаю вам, предлагаю для ведения установить следующий регламент. Чтобы дать больше времени на вопросы, которые вы будете задавать, давайте мы установим так. Значит, доклад краткий, пятиминутный, по проекту планировки. Оставляем остальное время по каждому вопросу, 40-50 минут на вопросы, которые возникнут в ходе обсуждения. Принимается такой регламент? Пожалуйста. Мы реально мы против этого проекта. Мы не против этого проекта, мы не хотим жить, мы хотим жить, здоровы не быть. Я, товарищи, я вас попрошу одну минуточку, одну минуточку, пожалуйста. Принимается такой? Подождите, подождите. Значит, я в поведении собрания и в соответствии с действующим градостроительным кодексом города Москвы. И документы к федеральным законодательствам. Общественные, полипубличные сведения. Товарищи, у меня убедительная просьба. Пожалуйста, что смогут высказаться, если будет принято то, что мы говорим. Товарищи, я еще раз прошу, пожалуйста, дайте мне сказать, чтобы все услышали, что я скажу. Поймите. Наталья Абрамович, давайте быстрее, говорите, пожалуйста. Извините меня, я буду говорить тогда, когда меня будут слышать. Значит, мы вас попросим быстро сказать свое мнение. Значит, мнение такое. Поймите не собрание. Собрание должно проходить в том порядке, в котором должны проходить собрания. При всем моем уважении к людям, которые сидят за столом президиума, их никто туда не избирал и не выбирал. Поэтому я предлагаю провести собрание в нормальном режиме, выбрать президиум, степнуть комиссию. Абрамович, мы с вами, позавчера вы были в профитуре, вы обсуждали эти вопросы, вы поднимали эти вопросы. Значит, чтобы вы не вводили, подождите, я не буду переходить на крик. Чтобы вы не вводили людей в заблуждение, я специально подготовился, знаю, что вы здесь будете. Вот она, статья 66-я. Кого поручено проводить публичные слушания? Нет, нет, нет. Все. Поручено вам проводить. Все проводить. Но надо избирать. Ничего не избирали. Здесь никого не избирали. Вы в полной встрече с населением за обязательным пожаром проведения публичных слушаний. Все. Значит, еще раз прошу. Еще раз прошу. Кто за тот регламент, который я вам сказал? Никто. Никто. Не принимается. Нет. Ваше предложение по регламенту. Анатолий 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 Анатолий, я сформировал вам все по закону. Значит, если вы согласны, протестовывайте в суде. Все. Вы заинтересованы люди. В этом случае я считаю, что нам надо просто подняться и уйти отсюда. И будьте право, 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 право. Все. Нет. Тима, пожалуйста, предлагайте ваш регламент, сколько, кому, чего, какого времени и давать. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, мы можем только вопросы задавать или можно выяснить? Значит, мы сейчас, как я сказал, даем пять минут. Пять минут для специалистов, которые вам предоставляют проект. Остальное все время это ваши вопросы, ваши выступления и ответы специалистов. Хорошо, давайте соглашаться, нормально. Давайте послушаем специалистов. Продолжение следует... Там записываются все ваши мнения и выдается на горах. Значит, давайте мы не будем сейчас проводить аналогии. Вот мы с вами собрались, мы с вами начали разговаривать. Еще раз. Принимается такой регламент? Принимается. Принимается. Спасибо. Продолжаем. Вы только что сказали, что вы организовывали это собрание. Значит, мы по закону организуем, по поручению городской, градостроительной комиссии, мы проводим публичное слушание. Все, я ответил на вас вопрос. Значит, еще раз. Уважаемые товарищи. Уважаемые товарищи. Значит, продолжаем. Значит, еще раз хочу подчеркнуть. Прежде чем я дам слово специалистам. Я подчеркиваю, что сегодня мы с вами не принимаем никаких решений. Я имею в виду, строить или не строить, ломать или не ломать, копать или не копать. Мы не принимаем этих решений. Мы с вами сегодня даем свои предложения о том проекте, который вам будет представлен. Давайте мы начнем, потом уж вы вопросы будете задавать. Значит, если, как я зачитал вам, специально, вот специально зачитал, я прошу слушать внимательно. И, знаете, наверное, это не доносится, вот кто-то не слышит, потому что начинается вот это поражение. Давайте уж дадим друг другу высказаться, никто никого прерывать не будет. Единственное, прошу, это разговор. Если вот такая заинтересованность, разговор конструктивный должен быть. Если начинается шум, крик, друг друга никто не слышит. Из этого обычно только никакого не выходит. Значит, давайте так. Если сейчас вы выскажете такие предложения, которые в проект не могут быть внесены, и он не может быть переработан, значит, правительство будет пересматривать проект. Вот и все. С учетом ваших замечаний. Потому что есть замечания конструктивные, есть замечания не очень конструктивные. Но все ваши предложения, которые вы внесете, они сейчас будут зафиксированы и внесены в протокол. Я попрошу, давайте мы же договорились с вами, выступаем по одному, чтобы друг друга все успешили. Теперь, после выступления специалиста, я попрошу, значит, задавать вопросы, говорить, какие ваши выступления любые, пожалуйста. Только я вас очень прошу, чтобы вы представляли, чтобы было это адрес нам. Или хотя бы место работы, или место жительства. Пожалуйста. Следующее. Вы договорились, да? Значит, тогда, с вашего позволения, я предоставляю слово Невкову Станиславу Юрьевичу по проекту планировки, реконструкции участка от Можайского шоссе до Молодогвардейской улицы. Значит, Станислав Олегович, это главный инженер проекта. Купни и готова. Пожалуйста. Еще раз повторяю, мы здесь не голосуем и не принимаем никаких решений. Мы выслушиваем ваши доводы за, против и любые вопросы по представленному проекту. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые жители района Можайский, зовут меня Мехков Станислав, главный инженер проекта института генерального плана города Москвы. В настоящем, значит, вам представляется рассмотрение проекта планировки линейного объекта транспортно-развязки на пересечении Миката Молодогвардейской улицы. Это первый вопрос, который мы сейчас с вами будем обсуждать. Значит, данным проектом предлагается реконструкция Можайского шоссе в районе Молодогвардейской развязки, существующей. Данным планировочным решением предусматривается для увеличения пропускной способности МКАД строительство двух боковых проездов вдоль самой МКАД магистрали и строительство транспортной развязки обхода Одинцова и выхода на Усовскую ветку существующую, то есть проходим на Усовской ветке. Для того, чтобы у нас было обслуживание территории, прилегающей, с боковых проездов предусматриваются въезды. Тем самым мы обеспечиваем увеличение пропускной способности на МКАД, основной магистрали. То есть здесь как бы добавляется по 2-3 полосы движения в том и другом направлении. Развязки здесь проектируются многоуровневые с направленными съездами, обеспечивающие въезд как в город, так и в область. Где Двардейская улица? Покажите себе конкретно. Покажите, сейчас я вам, уважаемый товарищ, дайте быстро специалисту, потом зададите все вопросы. Пожалуйста, продолжайте. Двардейская улица, Двардейская улица находится дальше. Сейчас мы, второй вопрос у нас от участка Дублера Кутузского проспекта. Сейчас это будет показано вам. Мы сейчас как бы обсуждаем транспортную развязку, которая и сечения Двардейской улицы и МКАД. МКАД станет шире на 3... Почему он станет? Покажите, давайте мы как бы... Пожалуйста, вы дайте... Я готов ответить на вопросы. Сейчас мы дадим людям информацию, потом они будут задавать вопросы. Данная развязка и реконструкция МКАД проектируется по заказу правительства Москвы и реконструкции... Это нас не интересует, нас интересует гвардейская. Слушайте, летят, и что, подождите. Что такое? Вы плечите, больше времени выходит. Стерпите, давайте послушаем. Здравствуйте, давайте я немножко попробую. Значит, вы, пожалуйста, давайте вдруг-друг-другую внимательно будем слушать. Первое. Значит, мы с вами уже встречались в этом зале. Сейчас вы не путайте, сейчас идет первый вопрос. У нас сегодня два вопроса. Вопрос первый – это реконструкция МКАД, и вопрос второй – северный дублер. Это должен быть вторым вопросом. Так, значит, подождите секундочку. Поэтому мы понимаем, какие страстные мы поступим по второму вопросу. Поэтому вас просто кратко информируем о том, что на сегодняшний момент вы все знаете, в каком состоянии находится мосток и кольцевая автомобильная дорога. Поэтому принято решение о реконструкции. Значит, Бог Анастасия Порегович сейчас рассказал, а то, какие мероприятия... Я не знаю, это вопрос того, что я не могу. Так, уважаемые товарищи, значит, я понимаю так, что по первому вопросу по реконструкции у вас пожелания, предложения, вопроса нет. Пожалуйста, пожалуйста. Есть одно пожелание. Как я смотрю, объездная дорога... Представьтесь, пожалуйста. Я Колобашкин, 8-й дом, Погвардейская улица. Дайте микрофон выступающему. Как я вижу на этом плане... С объездной дороги вокруг... Приджи микрофон. Начинают уводить в сторону. Как я вижу на этом плане, с объездной дороги вокруг Одинцова въезда на Молодогвардейскую улицу нет. Я правильно говорил? Правильно. Так почему этого нет? Да, почему нет? Чего ж вы нас заблуждаете-то? Почему нет? Я вас не заблуждал. Я как-то говорю, что проектируется транспортная развязка в район... Минуточку, а почему вы въезд на Молодогвардейскую улицу не делаете? Объясните нам, почему? Въезд на Молодогвардейскую улицу остается существующим... Почему он остается существующим? Вы привели трассу к той точке, которая... Мы приведем трассу на Молодогвардейскую улицу... Мы приведем трассу на Молодогвардейскую улицу... Вы рассказываете, что? Вы рассказываете. Мы еще как бы рассматриваем то, что МКАД. Вы только что сказали, что МКАД вас устраивает. Вот в отличном раз. Вот так расширяете. Вы... Мы привлекаем дополнительный поток еще как бы на жилую улицу. Если мы как бы организуем съезд на Молодогвардейскую улицу с данной транспортной развязки. Значит, я хочу сказать вот, что первоначальными проектами, очень старыми, предусматривалась прямая линия от Молодогвардейской улицы и до Шелепихинского моста. Значит, предусматривалось... Вы правильно говорите, да, такой проект как бы был. А потом построили царское село... Вы задали вопрос... Вам отличный ответ. Да, да. Значит, был разработан проект в свое время. Это было разработано в 97-м году. Были разработаны проектные предложения. Где трасса Москва-Одинцова, Москва-Одинцова, отход Одинцова, выходила на Молодогвардейскую улицу с ее расширением. Дальше она выходила вдоль Кунцева-2 и выходила на данную трассу. Этот проект был разработан. Разница в чем? На улице везде люди никогда не выходили. Да, никогда. Никогда во всех проектах... Я вам еще раз говорю, что есть... Друзья, мы сейчас рассмотрим этот проект. Я готов с вами обсуждать этот проект дальше. Подождите, мы смотрим как. Я ответил на вопрос жителя, который задал вопрос, почему не выходим на улицу в Молодогвардейской улице. Молодогвардейская улица представляет из себя досадшую широкую улицу. Одна сторона высокие дома, а другая сторона сплошь пятиэтажные. Если эти пятиэтажки снести, то тут может быть прекрасный дублер. И даже его дублером будет нельзя назвать. Это будет хорошая краска. Молодогвардейская улица представляет из себя досадшую широкую улицу. Я понимаю, что мы предлагаем вам от этого проекта сделать с этой трассы съезд на Молодогвардейскую улицу. Как что, если вы говорите? Вырушить полноценный вход в Москву. Понятно. Фиксируем ваши предложения. Все, пожалуйста, по этому вопросу. Какие есть пожелания еще по первому вопросу? Пожалуйста. Подождите. У меня не так пожелание, как предложение, чтобы это прозвучало не как предложение одного человека. Не вопрос. Называйте фамилию или фамилию, или место работы. Так участие от зала. Если вы каждого будете выставить, они проголосовали за это. Вы сразу видите, какое количество за это предложений. Ни один человек и спросите, что это ваша на этих публичных слушаниях не голосует. Скажите, пожалуйста, в газете по последним слушаниям была такая информация. Предложение человека, которое умножалось на 7, на 14, на 15. В законе нет такого. Нет, в вашей газете это было зафиксировано. В законе, по которому мы сейчас проводим публичные слушания, этого нет. На 7 умножать, на 14 умножать. Я не про это, я про вес предложений. Только про это. Я вам отвечу это так. Пожалуйста, любое предложение вы можете потом посмотреть. Вы сами, как я вначале сказал, можете посмотреть, что оно зафиксировано в протоколе, и оно будет обязательно учтено. От одного человека или от старт? Без разницы. Здесь без разницы. Надо-то записаться. Да, Анатолий Абрамович, пожалуйста. У меня вопрос по вот этим знаменитым розеточкам, как я их называю. У вас эти направленные развязки. Вы посмотрите, сколько длина этих развязок. И как потом приходится водителям думать и ломать голову, где и как свернуть. Вот поэтому вопрос в том, что должны быть эти развязки делаться простыми. Понятно? Значит, расфигурация развязок, я так понимаю. Я правильно сформулировал? Абсолютно точно. Хорошо. Пожалуйста, Анатолий Абрамович. Сейчас выздавайте по частям, а то за одним вопросом забудется другой. Пожалуйста. Значит, как мы все прекрасно видим, МКАД сегодня запроектировал, все как бы развязки запроектировали, как вы говорите, простые, практически клеверные листы. Правый и левый поворот. В зоне перестроения потоков, именно клеверных листов, мы видим проблему пересечения транспортного потока. Что как бы влечет за собой ту ситуацию, которую мы сейчас видим на МКАД. То есть про поворот на левый поворот, который на эту розетку, у нас появляется зона перестроения. То есть в этом месте у нас транспорт стремится вы, нам как без МКАД, мы пытаемся вернуть сюда. В этом месте получается проблема. И получается, что третий ряд, третий ряд на МКАД пытается тоже сюда повернуть. Это и есть проблема. При строительстве транспортных развязок с направленными съездами, вот эта проблема уходит. То есть у нас там непосредственно идет вливание в магистраль. Магистраль, напрямую. И длина вот этих направленных съездов позволяет пробку, условно говоря, здесь она будет создаваться, растянуть и увести ее в основном направлении. И для того, чтобы автолюбитель не проезжал как бы мимо, должно быть информационное обеспечение. То есть у водителя информационное обеспечение ведет транспортный развязок. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Нет, вы зафиксировали ваш вопрос. Еще вопрос. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Значит, по этому самому, ваш институт проектировал развязку на Третье кольцо с Кутубовской проспектом. Это дело 15-й. Нет, нет, Милочка, там такая же точная вещь. Так же, как и на Варшаве. Аббранович, давайте вот так. Я прошу вас, уважаемые товарищи. Вот мы сейчас рассматриваем конкретный вопрос. Давайте в сторону не отходить. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот молодой человек в Кутубове. Пожалуйста. Добрый день. Евгений. Грачев. Грачев Евгений, маршал Недельный, дом 40. Попробуй еще один. Напрямую касается. Вопрос, значит, у меня вопрос такой. Насколько я понимаю, желтым, первый, желтым выделены трассы, которые вы звоните по железнодорожным путям сверху. Да, так точно. И вопрос следующий. В чем заключается обоснование заводить вот этот весь поток через Одинцово в живые кварталы? Почему нельзя это использовать для этого рублевку? И почему нельзя использовать какую-то вот пустую Барвихинскую улицу, там вот, где вот эта вот железка идет, и вывести это опять на Можайку? И строить Можайку, увеличивать эстакадами, бессветофорную делать Можайку. Зачем поток заводить в живые кварталы? Очень спасибо. В чем обоснование этого проекта? Это первый вопрос. Второй? Нет, это первый вопрос. Вы на первый ответили, что, я правильно понял, что по железной дороге пойдет трасса сверху. Ну, а сейчас специалист будет отвечать. Второй вопрос у вас есть? А второй вопрос, зачем такой большой поток заводить в живые кварталы? Спасибо. Когда рядом две большие трассы. Пожалуйста. Значит, данная магистраль, город Кутунского проспекта, предусмотрен геймпланом города Москвы, который также прошел публичное слушание и был одобрен. Значит, он утвержден. Неверальный план города Москвы утвержден. Там данная магистраль указана, показана, что касается, почему нельзя ее перевести на Барвихинскую улицу, на Барвихинскую улицу, или на Рублевом. А она сейчас шесть по лорку будет. Значит, Рублевка, во-первых, она как бы является поперечной связью. То есть она идет, по слову, я проявляю, Рублевка проходит чуть-чуть дальше. А покажите, где, как, мы не видим. Мы говорим об этом, что видим, что... Мы не закончили... Мы закончили вопрос там как? Вот мне и скажите. Закончили? А я как запал. Потому что сейчас вопрос... Мы сейчас задаем... Подождите, давайте мы четко отделять вопросы будем. Потому что сейчас... У нас осталось более серьезный вопрос. По дублеру Кутушевского проспекта. Вот, понимаете, сейчас давайте мы закончим первый вопрос, а я постараюсь... Девушка с полицей. Я могу чуть позже, я могу. Значит, мы поднимаем вопрос. У вас поднимаем вопрос? Ну, я вот только продолжение этого вопроса. Вот отличание на какой-то человек... Дайте микрофон. Дайте даме микрофон. Фамилия Суборчик. Я такой вопрос хочу задать. Вы ссылаетесь на федеральный реальный план, да? Да. Который в 2009 году был принят, еще при Лужкове, датка зрителя до 2025 года. Да, да. А почему тогда вы хотите его нарушать и провести трассу с южной стороны железной дороги? То есть в том плане он проходил с другой стороны. Спасибо. Значит, я формулирую вопрос так. Что со стороны... Вы недовольны, что со стороны Можайки вы говорите о том, что проходила трасса со стороны района Кунцева. Я правильно прочитываю? Это опять вопрос к кублеру. Это не кинка. Давайте тогда по первому вопросу. По первому вопросу, Анатолий Абрамович. Значит, давайте. У меня простой очень вопрос. Скажите, пожалуйста, представили ли нам чертеж, к какой стадии проектирования относитесь? Предпроектная стадия. Предпроектная стадия. Имеются у вас какие-то пояснительные записки, даже хотя бы в кратком? Если мне, да. Они жителям на экспозиции показываются? Мы можем представить эти пояснительные записки, как проходит этот тублер, насколько полоса он запроектирован. Насколько запроектирован полосу, как и какие проблемы он решает. Все это у нас описано, пояснительные записки. Так вот, сегодня у нас итоговое заседание. Абсолютно неправильно. У нас никакого итогового заседания нет. У нас сегодня, действительно, мы решений, как таковых, за государственные органы не принимаем. У нас сегодня принимаются замечательные решения. Сейчас, повторяю в четвертый раз, сейчас мы принимаем все замечания и предложения, которые вы даете, на предпроектной стадии. Не больше и не меньше. Но будет учитываться! 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 Пожалуйста, это первый вопрос. По кадру. Я правильно понимаю? Да, я хочу сейчас уточнить. Я хотел бы узнать, какие варианты заведения ввода потока через Одинцово рассматривались в проектах. Потому что сейчас, если мы заканчиваем вопрос с Амкадом, вот этому потоку уже некуда деваться, как идти через наши улицы. Давайте рассмотрим, какие варианты рассматривались. Пожалуйста, пожалуйста, давайте предложим. Пожалуйста, отвечайте. Был рассмотрен вариант вывода отхода Одинцово на МОУ-2 действует. Такой вариант рассматривались. Других вариантов не было. Рублевское шоссе идет параллельно Амкаду. Вывести радиальную магистраль на Рублевское шоссе не представляется. Параллельно Амкаду. Параллельно Амкаду. МОУ-3, Рублево-Амминевское шоссе и первая поперечная связь с параллельным Амкаду. Вывести дорогу моста отхода Одинцово, похода Одинцово дорогу, не представляется возможным. Так, пожалуйста, по первому вопросу. Мы готовы рассмотреть предложение выхода данной магистрали на Рублевское шоссе. Бурнов Юрий Иванович, улица Гришина, дом 24, корпус 1. Понимаете, мы рассматриваем этот вопрос, у вязки тут никуда не денется. Вот вы скажите, как вы считаете, вот проектировщики, да, можно располагать, вот даже изначально приступая к проекту, располагать две огромные трассы, находящиеся на расстоянии 400 метров друг от друга, где жилой массив. Какова будет, вы рассматривали экологическое все, что будет с людьми, с людьми, которые здесь живут, с детьми и с нашими. Как это, скажется, на их здоровье, онкологические заболевания, как это скажется. Клодные застройки. У Иванович, 400 метров, в каком городе такие строятся, это проекты. Я так из деревян. Отключайтесь, пожалуйста. У вас есть вопрос, пусть вам будут в городе, которые в Куре, в Куре, в Куре, в Куре. Юрий Иванович, давайте мы сделаем так. Сейчас по второму вопросу перейдем. Вот я опять, сразу мы начнем всякого. Хорошо, договорились? По первому вопросу, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот против этого варианта по «Молодых Вардейской улице» какие возражения к тому, что улица идет поперёк? Вот это мы не понимаем, ехать дальше или дольше? Я говорю, поперёк идет, поперёчная связь, Рублёвское шоссе. Ну, Рублёвское шоссе. Почему в него нельзя вливать? Вот какие аргументы, кроме того, что это длиннее, грубо говоря? Пожалуйста, подключайте. Послушайте, друзья, значит, ещё раз мы говорим, мы сейчас смотрим. Первый вопрос – реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги. Значит, если у вас больше нет вопросов, реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги предусматривает, как казал Станислав Олегович, строительство упаковок поездов вдоль кольцевой дороги, в которых будет вестись обслуживание территории для того, чтобы увеличить пропускную способность кольцевой автомобильной дороги. У вас по этому вопросу есть вопросы? Все ваши вопросы, касающиеся, почему по Молодогвардейской, почему не выходит на Рублёвскую, это всё касается дублёра, северного дублёра Путылковского проспекта. По первому вопросу при вас, пожалуйста, предложение. Зафиксируйте, пожалуйста, предложение Грачеву Евгении недельную 40. Вот эту трассу, которая через Одинцово идёт, значит, завести её вдоль МКАДа, а вы знаете, там воинская часть, у них есть своя... Евгений, говорите ваше предложение, пожалуйста. Значит, вдоль МКАДа отдельную полосу или две ввести на Рублёвку, а с Рублёвки с левой стороны МКАДа по внешней стороне вывести обратно в Одинцово. Есть принято предложение? Значит, ну, может быть, оно будет и принято. Я вам могу сказать, что опять этот вопрос касается входа, обхода Одинцово в город. Значит, то, что вы предлагаете, это фактически сделать невозможно. Поэтому мы, конечно, эти вопросы, значит, аргументируем, потому что обход города Одинцово, для чего он строится, и тот же самый северный дублёр, для того, чтобы разгрузить в Мажайское шоссе Кутузовский проспект. У Рублёвского шоссе свои проблемы. Поэтому вот такой поток он просто на себя не сможет принять. Пройти вдоль МКАДа у нас там особо охраняемая зелёная территория. Поэтому там вот брать, что они просто не можем. У нас есть предложение? У нас есть предложение? Я ещё так. По первому вопросу можно записать этот вопрос, и посмотреть возможность, и не более. Принято. По первому вопросу есть предложение? По первому. У нас есть там зеленые зоны. У нас есть цель разгрузить Мажайское шоссе. Ну давайте мы сейчас по второму перейдём. Значит, уважаемые товарищи, переходим ко второму вопросу? Нет. 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 Вы переходите ко второму вопросу, который хочет все это сделать. Микрофон обязательно. Да. Пожалуйста. Они назовели сейчас снимут, а ещё не будем. Пожалуйста. Значит, у меня главным инженером проекта один последний вопрос касается МКАДа. Значит, я предлагал просмотреть вопрос с Балдегвардейской улицы. Вы говорите, что вы уже такой вариант рассматривали. Ну сколько можно? Почему вы от него отказались? Да. Да. Простите. Простите. Значит, опять вопрос на Ампекаду о туплёрку Дузовского проспекта. Я вам ещё раз говорю, что он был... Я же не туплёр. Подождите, подождите. Мы рассмотрим вариант. Когда обход от Денцова выходил, мы можем говорить, из той улицы. Но дальше он выходил вот сюда. Он здесь выходил дальше. Вариант не рассматривался. А вот рассмотрите, если вы не рассматриваете. Мы переходим ко второму вопросу? Нет. Нет, мы переходим. Рассмотреть этот обход! Мы сейчас говорим... Мы переходим ко второму вопросу и не переходим. Пожалуйста, Наталья Абрамович, по первому вопросу. Нет, подождите. У меня есть предложение. В связи с тем, что оповещение не было ни в ближайшем образом. Нет, мы должны предложить. Люди приняты даны. Что ознакомление проводилось опять-таки с нарушениями градостроительного кодекса. Наталья Абрамович, наше предложение признать... Это по первому вопросу? По первому вопросу. Хорошо, давай. Признать слушания публичные, по первому вопросу, недостоверными. Со всеми вы пытаетесь. Спасибо, Наталья Абрамович. Переходим ко второму вопросу. Вопрос, по первому вопросу еще. Пожалуйста. Представайтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья Абрамович, Сергей. Проживаю в улице Маршала Неделин, дом 28. Значит, вот вы говорите. Сейчас, во-первых, идут реконструкции по Рублевскому шоссе, да? Расширяются шоссе. Уже ведутся работы, да? Почему нельзя сделать эту эстакаду, которая идет, так сказать, вторым этажом, да? Именно по Рублевскому шоссе. Коль уже там ведутся работы, все возможности есть, да? Есть объездные пути. Почему там нельзя провести эту эстакаду? Почему его надо везти действительно по жилому кварталу среди наших домов, да? И вы говорите, что мы перешем зелень около кольца. Нам эта зелень около кольца никому не нужна. Там никто не живет. Вот наши островки зеленые, на которые все ценят жители, наши деды ценили. И все дети, и все там гуляют. Вот нам нужно вот это вот зеленое насаждение. Это гордость нашего района. Понимаете? Вообще. Вот. Спасибо. Вопрос. Существенная гибель. Почему нельзя? Никакой большой разницы нету, если будет идти эстакада по рублю в сушице. Спасибо. 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 Пожалуйста. Еще раз. Что касается московской кольцевой дороги. Мероприятия предусматривают строительство боковых проездов. У вас есть возражения против строительства боковых проездов до ремкада с целью обеспечения подъезда. Так. Вопрос первый. Второе. Все сейчас. Все остальное касается именно тасса дублера. Поэтому вот сейчас вот посмотрите. Вот схему мы взяли. Ее просто, к сожалению, негде разместить. А ты что? А ты что? Значит, вот то, о чем мы говорим. Мы сейчас переходим ко второму фактически вопросу. Давайте мы сейчас отпустим решетку. Значит, вот все ваши вопросы, они все по второму вопросу. Поэтому давайте закончим с первым. Я ответил. Вы заморчили с первым вопросом? Подождите. Вы согласны? Согласны? Вы согласны, что... Минуточку, я продолжаю. По первому вопросу. Если разрушать кольцо, как вы говорите, рублёвское шоссе... Не разрушать, а увеличивать его пропускную способность. Ну правильно. Первый вопрос. А я что? Попускную способность. Но рублёвское шоссе напрямую подходит, контактится с кольцевой дорогой. Там тоже предусматривается реконструкция транспортной развязки. Правильно. Почему нельзя ее сделать, транспортную развязку, около рублёвского шоссе? Вы говорите сейчас о входе в город Москва-Бородино, на северный дублёр Кутузовского проспекта. А я вам говорю о кольцевой дороге. Так, Сергей, мы начинаем второй вопрос тогда. Распускное шоссе выходит на округу. Подождите, правильно? Мы начинаем второй вопрос? И попворь, и отход у города Одинцов. Дорогие друзья, мы начинаем второй вопрос, сами говорите. Хорошо, не забывайте. Вот этот вопрос, прошу, я с вас начинаю. Предложение по проведению эрестокады по млёвскому шоссе. Пожалуйста, переходим ко второму вопросу. Отвечаю теперь на ваш вопрос. Теперь я отвечаю на ваш вопрос, это по второму вопросу. По-первых, по-первых, мы закончили. Мы не закончили, Натал, мы обязаны выслушать. По закону. По закону. Значит так, житель по млёвскому не позначает, а красный взорь. Во-первых, по закону, если уж так говорить, вы не обязаны и не имеете право нарушать и ухудшать жилищные условия наживающих жителей нашего района. Прошу занести, зафиксировать этот протокол. Представили себя? Значит, мы вызываем докладчика по второму вопросу, я так понимаю. Пожалуйста, начинайте. Тогда сейчас начинаем второй вопрос. А что, пожалуйста, о том? Значит... Не уверен. Да вы. Олег Светланович. Может, вы не нарушаете? Нет, а где вы? Да. Не нельзя поднять таких. Там шкурс пришел. Ну так еще нет. Где вид? Где вид? Где вид? Где вид? Где вид? Где вид? Вы. Поменьше. Да? Да. Да. Что докладывает? Не рублю по этому. Это доложаю. Пожалуйста. Спасибо. Да мы ее не удивили. Значит, переходим ко второму вопросу. О строительстве дублера Кутузовского проспекта вдоль Смоленского направления железной дороги. Данная магистраль запроектирована по три полосы движения в каждом направлении. От Московской кольцевой автомобильной дороги данная магистраль проходит на эстакаде над Усовской железнодорожной веткой. Эстакадой пересекает улицу Хубинка, дальше выходит на улицу Маршала Неделевана, улица Красной Зорь и доходит до Рублера Кутузовского шоссе. Значит, эстакада дублера Кутузовского проспекта приходит на землю в районе улицы... Дальше, дальше эта магистраль проходит... В районе платформы рабочий поселок данная магистраль опускается на землю и проходит в полосе отвода железной дороги в отметках земли. И дальше она доходит до Рублевского шоссе, в районе Рублевского шоссе поднимается на эстакаду и дальше идет в сторону Минской улицы. То есть на ту сторону переходит? Нет, она на всем протяжении магистраль проходит с южной стороны Смоленского направления железной дороги. Это вся информация? Да, это вся информация. Уважаемые товарищи, я прошу по одному из тех, чтобы друг друга слышали. Так, молодой человек, вот молодой человек, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Поближе. Во-первых, первое, я так понял, цель вашего проекта — это направить поток в Москву. Вы хотите направить поток в Москву, да, то есть через наш район и дальше вот включатся красные на Рублевке и все это встанет и Можайка, и это ваша новая дорога, да? Значит, цель нашего проекта — это транспортные потоки и разгрузить Можайское шоссе, а также разгрузить уличную дорожную сеть, которая проходит в вашем районе. Значит, это основная задача. Помолируйте вопрос, пожалуйста. Значит, я житель этого района, я не в Одинцово живу, я беспокоюсь о себе, а вот тех людей, которые тоже здесь живут, нам каким образом это лучше будет? Нам это сулит, значит, строительство, это будет ухудшение. Будет. Я не понимаю все-таки, каким образом ваш проект идет. Значит, цель вот этого проекта, я так понимаю. Техническое обоснование, вот эту машину поедут, да, зачем нам в Москве столько и на дороге? Это международный. Для чего? Для чего посол машина? Значит, еще раз, еще раз такой отличный вопрос. Данная магистраль проектируется для разгрузки Можайского шоссе, а также уличной дорожной сети, которая проходит по вашему району. Господи, пожалуйста, а как она разгрузит сеть нашего района? Можно я отвечу, я на вопрос, молодой, молодой. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста. Вы представьте, значит, пожалуйста. Елена, улица Маршала Неделина, дом 30. Спасибо. Я хочу задать вопрос. Как эта эстакада разгрузит транспортную развязку нашего района, если по этой эстакаде даже сезда не будет? Значит. К нашим улицам, в Гвардейской тоже. Спасибо. Спасибо. И еще второй вопрос у меня. А скажите, пожалуйста, куда упрется эта эстакада, конечная ее точка? Спасибо. Пожалуйста. Значит, по первому вопросу. По первому вопросу. Значит, для того, чтобы как бы нам разгрузить Можайское шоссе, на Можайском шоссе в настоящее время в проекте МКАД реконструируется сама транспортная развязка. Можайское шоссе МКАД. Значит, она предусматривает строительство направленных средств, как я говорил, в районе Молдогвардейской улицы. Значит, транспортные потоки, которые идут по Можайскому шоссе, они будут выходить на МКАД, выходить на транспортную развязку, которая запроектирована на МКАДе, и попадать на вот этот дублет. Соответственно, те потоки, которые сейчас идут через ваш район, идут по Можайскому шоссе, они будут перераспределены на данную магистраль. Данная магистраль предусматривает те светофорные движения, соответственно, увеличивается пропускная способность. Все, дальше не надо, довольно. Все ясно. Спасибо. Конечная точка, Елена. Значит, конечная точка, мы выходим в район 1-го дома. Хорошо. А вот я проживаю на улице. Одну минутку. Подождите, друзья. Подождите, подождите. Скажите, мало того, что у нас идет улица Красный Сорь, проходит железная дорога рядом с окнами, и плюс еще это эстакадо шесть полос, как вы говорите. А дорога проходит практически. Мы тут просто милый ляжем. Ведь и как нам, жителям вот нашего дома, вот недели на 40, недели на 40. Вот дорога легкий и практически дорога проходит окнами. Значит, можно одну минутку, одну секунду. Вот я все пытаюсь вам показать вот эту схему, которая захватывает большую территорию, чем вот тот район, о котором мы сегодня говорим. Значит, сегодня у нас получается следующая ситуация. То, что у нас происходит на дорогах, вы все это прекрасно видите. И те пробки, которые на Каде, и на Можайке, и везде стоят, вы тоже знаете. На сегодняшний момент правительство Москвы, ну, просто беспрецедентные фактически принимаются меры для того, чтобы таким образом эту ситуацию урегулировать. Вот у нас есть сегодня Можайское шоссе. Значит, проводили слушание у вас в районе в том числе о том, что и Можайское шоссе будет реконструировано в том числе, чтобы убрать эти пробки. Потому что вы знаете, стоящие автомобили от него иногда больше, чем от них. Нет. Теперь, что касается транзит, нетранзит по вашей территории и так далее. И на самом деле, никакого транзита здесь не будет. Потому что это те же самые машины. Только они сегодня стоят в пробках. А если мы строим такой магистраль, причем она уже строится в обход города Одинцова. Это же те же самые машины, которые сегодня едут по Можайскому шоссе. Они просто перераспределяются. Улица остается такой, как она есть сегодня. Она не затрагивает. Это магистраль проходит в лес. Значит, вы же уверены, вы берете все партии у нас. Поэтому... Юрий Иванович, первый вопрос. Экология, зелень. Сформулировали. Занесли. Занесли. Пожалуйста, второй вопрос. Вы обращали внимание на эти потоки? На машине. Сколько человек в машине едет? Один человек везет себя. Да. Вы делаете до Сити. У нас электрички прямо в кабинет в Сити въезжают. Отлично. Сядут эти господа. Не себя повезут им создавать пробки, потоки. Вот есть перехватывающие стоянки. Надо принимать решение. Все. Москва заполнена. Она не строилась на такой поток. Правильное решение. Перехватывающие стояночки. И второе движение в Европе. Кто везет в себя одного любимого, платит большие штрафы. Не штрафы, а налоги. Ведите. И все. И сразу поток отсечется. Не надо будет ни природы. Ни деньги это тратить государственные. Есть куда еще вложить. Юрий Иванович, формулируй вопрос. Формулируй. Есть запрет. Подождите. Перехватывающие парковки. Раз. Раз, перехватывающие. Ограничить. Запрет на машины, которые ездят сами. С одним человеком. Нет, не запрет. А если это... То есть налогами обладать. Вот видеорегистраторы есть. Все. Как в Европе делают. Вы сформулировали вопрос? Есть. Спасибо. И еще такой вопрос вот к женщине. Которые регулировали. Вы же... Сергей Затяна Викторовна, руководитель транспортной мастерской. Вы бы хотели жить... Я живу в юго-восточном округе города Москвы. Я живу в юго-восточном округе города Москвы. Вы знаете какой это район. Это самый неблагодарный с точки зрения экологии России. Я живу в юго-восточном округе города Москвы. Я живу между трех железных дорог. Так, это что, уберут всю землю нас, да? Конечно. Два вопроса. Значит, будет ли какой-нибудь съезд на Гвардейскую улицу? И второй вопрос. Вопрос первый. Будет ли съезд на Гвардейскую улицу? Давайте так по порядку, пожалуйста. Я так хочу, как считаю. Съезд на Гвардейскую улицу не предусмотрено. Не предусмотрено. И второй вопрос. Чтобы потом, у нас по улице Красный Ход стоят очень много оперативных гаражей, да? Вот скажите, пожалуйста, будет ли какая-нибудь замена? Будет ли там запускатанные вот эти стоянки для этих машин? И куда вот эти вот машины от пяти стоянок, где-то сосредоточились, и с отмашинами не нужны? Значит, данным проектом предусматривается использование перестакарного пространства, в котором будут строиться гаражи. Перестакарного пространства. Отъем до 3,5 тысячи, до 1,5 тысячи, до 1,5 тысячи. Какая-то пенсация была за 100? Да, можно? А вот компенсация стоилась для меня. Я не правительство города. А вы надежать? Тогда парк у нас уберется, да? Вот это, с той железной дороги. Пожалуйста, следующий вопрос. Парк с той железной дороги уберется тогда? Ничего не скажу. Парк сохраняется. Как он сохраняется? А почему на улице не тренировка? На что? По-моему, во всем крае, это самый неприятный райончик. У нас улица проходит, и железная дорога в метрах 50 от дома, от окна. Вы представляете, так вот, лесонасаждение еще как-то склаживает шум железной дороги. Если у нас сейчас все это вырубят и поставят еще стакану, я вообще не знаю, у меня окна уходят на эту улицу. Как нам жить здесь? Понимаете, это невозможно жить. Не порушать все свои так же и ромки. Это невозможно. Погромче. Погромче. Вот сейчас затронулся вопрос шума, пытаясь на него ответить, да? Смотреть акустический режим рассматриваемой территории, то в основном сейчас акустический режим у нас основным вкладчиком является железная дорога. Железная дорога функционирует у вас к огнем, только и ночью. В среднем уровень звука 71, то есть, считать 9 до 2. Действительно, да, если считать санитарный разрыв, действительно, жилые дома в районе 30 метров попадают. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. У вас сейчас стоят какие-то шум защитные мероприятия в вашем личном доме, в вашем обможенном дворце? Вы кроме 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 гостей? Зеленое насаждение. Попытаясь тоже чуть-чуть спрятать в теорию, что касается зеленого насаждения. Во-первых, какой породы? В основном это что у нас проектирование третичка? Зимой. Сколько у нас листва? Четыре листва. Четыре листва. Четыре листва. Хорошо. Хорошо. Я вас уверяю, как вы занимаетесь человек, который занимается акустикой, зеленым сожжением, с принцессами, не снижает. Удитывая того, что они снижают. Ну сколько у нас высота дерева была? Да мы поснижаем зло. Уважаемый товарищ, ну давайте поговорите следующий вопрос. Она не делая, говорит. Говорит не делая. Не страшно. Духая экология, пролиструк. Что касается суммозащитных мероприятий, которые отработаны на стадии, ой, на нашей стадии, что мы предусматриваем? Я вот отвечаю на вопросы, стараюсь, да, может, какие-то другие вопросы, что-то не западут. Ну, на то, что с проектом предусматривается суммозащитные мероприятия, которые включают в себя замену окон. На суммозащитные. По расчетам, которые возводятся с программами, которые непосредственно рассчитывают о том, что важных помещений на территории, приусматриваются той типу окон, которые обеспечивают термотивный натуральный звук внутри помещения. Что касается еще, попадает в ряд детских площадок, попадают суммозащитные окна с клапанами. Эта практика, которая существует сейчас, суммозащитная практика, которая существует сейчас в архитектурной строительстве, применяемая в данный случай. Спасибо. А почему вы ноги размечаете? Вы знаете, я живу в доме 30, а я хочу зачитать просто коллективное обращение от инициативной группы, собственно, для нашего дома. Значит, следующее. Вы категорически против. Мы заявляем о необходимости решительного и однозначного запрета на проектирование естественного строительства, который содержит в себе объективно существующую, вскрытую опасность обрушения дома 30, корпус 1 и гибели его жильцов. Мы помним о том, какие сквозные трещины возникали в несущих стенах дома от вибраций грунта из-за прохождения состава по железной дороге. Помним, что ее полотно уложили на специальную подушку. И только тогда разрушение стен остановилось. Сегодня источник грунтовых вибраций планируется приблизить к стене дома, согласно представленному чертежу, разместив его между железной дорогой и автомобильным покрытием на улице Маршала Неделина. Достаточно взглянуть на геологический профиль улицы Маршала Неделина, улицы Гришина, улицы Гвардейский, и мы увидим, что абсолютное большинство домов этого участка стоит на насыпном грунте, который при вибрации глубоких опор в материнскую подошву вершины холма приведет к медленному сползанию всего пласта искусственной насыпи по склону к Можайскому шоссе. Поэтому вибрации грунтов вблизи дома 30, корпус 1, по Маршала Неделина, опасность общая. Относительно дома 30, корпус 1, по Неделина, я могу добавить следующее. Дом за время эксплуатации с 52 года просел более чем на 50 сантиметров. И в настоящее время уровень поверхности тротуара от внешней границы цоколя, верхней границы цоколя, составляет всего 4 кирпича. И до гидроизолирующей прокладки. Кладка уже находится под землей и состоит из кирпича, пораженного сиростью и кислотно-солевыми ингредиентами зимних полей, и кирпичной прухи, опирающейся на фундамент. Фундамент слеплен из крупных кусков бутового камня, по сути спрессованного мера, между которыми залит кладочный раствор, от времени рассыпающийся песком. В таком состоянии, если это строение не подвергается искусственным нагрузкам, достойно просоит оставшиеся в 15 лет, так как по тех документаций дом с деревянными перекрытиями не может служить более 75 лет. И в 1927 году должен быть акселезным. Поскольку все близлежащие дома строились теми же немецкими пленами из тех же материалов и по тому же проекту, то опасность грозит и им. И последнее. Основной проект, учитывая розу ветров основной, который был прежде, преимущественные воздушные массы московского региона сблигаются с северо-запада на юго-восток, и потому планировалось здесь более северное прохождение на регистрали, чем по улице маршрута. Еще вот последнее. Таким образом, сегодня для органов муниципальной власти объективно существует только одна альтернатива. Первый вариант. Невзирая на опасность подвержения риску жизни и здоровья жителей данного участка, жилой застройки, согласиться на авантюрное и произвольное изменение ранее существующего проекта, сместить ось проектируемой магистрали в сторону улицы маршрута Муделькина, не слушать категорического протеста жителей против подготовления проекта ради экономии денег и времени и получить активно разрушающийся жилой фонд всего участка, расположенного на насыпной подушке. Активное недовольство местного населения и его самоорганизация на акции гражданского противостояния диктатуре чиновников в борьбе за свои конструкционные права. Сбавлю бой в прессе, в суде, с прокурорскими проверками и многочисленными экспертизами, включая социологическое исследование сотрудниками Института социологии Российской Академии Наук при президенте РФ, деятельности каждого чиновника, реализующего государственную и муниципальную власть на предмет демократичности, лояльности по отношению к жителям данной социальной структуры и оценки степени соответствия их занимаемой должности. С последующим представлением отчета социологии и компликации широкой политической и научной печати. Второй вариант прислушаться к мнению жителей, настоять на соблюдении проектных норм, согласно которым оси магистрали проходят с другой стороны, сберечь жилой фонд, соблюсти демократические нормы и усилив свой моральный капитал, получить поддержку в последующих преобразованиях. Нам из своего дома отступать некуда, если, конечно, нас досрочно не отселят. Прошу приочинить текст моего выступления к протоколу мероприятия, поскольку в нем содержится указание на грозящие опасности. Фотографии прилагают. Спасибо. Я как раз хотел спросить. Передайте, пожалуйста, сюда. Вот сюда, пожалуйста, передайте. Сейчас, секунду, попрошу. Объявите, кто протокол у нас насчет, и присутствует вообще. Спасибо. Я все. Объявите, пожалуйста, кто протокол увидел. Пожалуйста. Кто ведет протокол? Кто ведет протокол? Покажите, станьте, пожалуйста. Значит, дорогие граждане, протокол, сейчас пишется, ведется аудиозапись и видеозапись. Пожалуйста, камеры, пожалуйста, аудиозапись. Я не протокол. Того и прошу представляться, что было адресом. Меня зовут Спартова Наталья Николаевна, я депутат по 9 округу. Депутат муниципального собрания Можайское. Дом 34, дом 40, это не моя, скажем, иерархия. Если у вас депутат домен по этой территории, меня это здесь не вижу. Что я хочу сказать. Вы знаете, вы депутаты. Нет, что я хочу сказать. Кроме этого проекта, который представлен дам сегодня, буквально на днях правительство Москвы вместе с федеральным правительством принимают решение именно в плане развязки Московского транспортного узла построить 293 километра железнодорожных дополнительных путей. То есть от Одинцова до Белорусского вокзала будут прокладываться дополнительные пути. Только один и два. Понимаете, мы не знаем этого. И есть ли вообще привязка этого проекта уже к тому обещание, которое принимает наше правительство. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Это не только сейчас. Данная макисплей учитывает развитие железнодорожного узла. А какие он? Значит, железнодорога предполагает строительство еще одного скоростного пути в Малевском направлении железнодорожной. Значит, он данный пункт предусматривает строительство с северной стороны железной дороги. Так вот, давайте. Со стороны Курсова, я так понимаю. Да, со стороны Родина Курсова. Нет, по-моему. На улице Родина Курсова. Родина Курсова. Со стороны улицы Ивана Курсова. Так, пожалуйста. Родина Курсова. АЗС напротив пруда. Значит, там я вчера промерил. Я думаю, что сегодня расстояние такое же. 30 шагов от бордюра улицы Красных Зорь до железной дороги. Вам хватает для пропуска шестиполосной дороги? Потому что там на улице Родина Курсова проходишь в полосе отвода железной дороги. То есть идет параллельно к существующему крайнему пути. Смоленского направления железной дороги. Я говорю, 30 метров вам. 30 метров вам хватает. Там нам дом больше, чем 30 метров. Так, вот молодой человек. Пожалуйста. Добрый день. Пробежать, два третей. Вас там видно. Мне просто нужно вытравливать. Я вас расширю. Пожалуйста. Сейчас про экологию, да, будем? Скажи просто громко, что сейчас будешь говорить об этом. Сереж, скажи микрофон, что ты будешь говорить про экологию. Я буду говорить сейчас про... Не просто про экологию, а про ту экологию, которая законодательно прописана в пункте... Извините, я вас перебью. Товарищи, вон там люди хотят тоже быстро. Вы можете чуть-чуть подальше отодвинуть, чтобы микрофон до них хоть донести. На улице люди стоят, сам маленький сняли. Маленький сам сняли. Они ничего не снимают. Все не платно. Да, 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 да. Деньги, все, не. Вы можете, пожалуйста. Сергей, пожалуйста. Сергей, скорее. Я хочу предложить вам замечание по пункту 8.20, свода правил номер 42, на русский язык переведите. Попробуйте. Вы же наши департаменты, не перебивайте. Не перебивайте. Своды правил 42.13.30, 2011 года, градостроительный снег. Тихо. Награда профессии. По этому пункту в полосе отхода железной дороги необходимо сохранить 50% зеленых насаждений на всей длине прохождения этой санитарной зоны. На данный момент, если вы посмотрите на эту схему... Уйди в другой угол просто. Вы же понимаете, что вся эта зона, это кадастровый участок 5011, который занимает сейчас полоса отвода железной дороги. Если мы простроим от крайнего рельса железной дороги влево и вправо санитарную зону железной дороги, которая равняется 100 метров, в крайних случаях она может быть равняется 50 метрам, там, где железная дорога проходит выемки. Например, так это происходит в месте улицы Маршал-Индинга. К сожалению, это так. Мы заметим, что в этой полосе находится ровно столько зеленых насаждений, сколько вы видите сейчас на схеме. То есть это не зеленые насаждения, а это территория озеленения. На данный момент эта территория составляет 20% на всем протяжении участка 5011. Если вы построите здесь вот эту трассу, то есть если эта трасса будет проходить в этом коридоре, то она займет 7,5% от плода оставшихся 20. То есть получится, что из зеленых насаждений останется 12,7%. Ну, как бы что недопустимо именно по этому пункту свода правил. А должно быть 50, правда? Должно быть 50. Понятно, понятно. Молодец! На данной схеме мы рассматривали ситуацию по всему участку кадастрового номера 5011. Если мы рассмотрим ситуацию конкретно по участку Божайского района, нужно вторую схему? Красные зори там, расскажи. Это в частности. Дорога проходит мимо рынка. Если посмотреть, как и схема детально разобраться, то видно, что она уходит мимо рынка. Вот участок железной дороги и зона, санитарной зоны железной дороги в отводе в районе Можайский. Отвод санитарной зоны Рудмитвы. Значит, что мы видим здесь? Здесь ситуация чуть получше. Зелено у нас все-таки больше, чем на всем протяжении этого дублера. Здесь мы имеем 75% площади, отведенной под зелень. И 75% территории, занятой объектами другого строительства. Гаражи, коммунальное строительство и так далее. Там можно перечислять, это есть все. И есть именно вот в этом пункте. В общем, на данный момент мы имеем вот эти 25% территории, территории освобожденных от строительства. Если будет здесь проложена магистраль, то она займет еще 5,4% этого участка. То есть получится, что мы останемся 20% музея. В общем, Сергей, значит, формулирую так. Озеленение должно быть согласно нормативам СНИПа. Правильно? Верно. Правильно, да? Количество озеленения в полосе отвода железной дороги принимается. Принимается. Согласно с вводом правил. Значит, в соответствии с нормами СНИПа. В соответствии с нормами СНИПа. Дамы, как вам микрофон передать? Сереж, у тебя все? Говори еще, пока есть возможность. Прошу, прошу, завести это. Спасибо. Я хочу еще заметить, что данных, подведенных сейчас на рассмотрение для нашего собрания, недостаточно, поскольку не существует. На сайте Управы не было ни разрезов, не было ни сечений, не было никаких... Никаких размеров. Размерности, да. В общем-то, не было. В общем-то, это все... В общем-то, это все... Значит, на сайте вы... Значит, все интересующие материалы, которые обговорит молодой человек, можете приехать к нам из Судгенплана, 2-я обрезка, Донбадрук, 14-й, и его посмотрите. Потому что проехать очень удобно. Минуточку. Проект очень объемный, и поэтому все это зависит на сайте не представляется возможным. Почему? Потому что все... Потому что это очень объемный... И что? Поэтому, пожалуйста, подержайте. При всем интересующем вас ответы, мы вам покажем... Большой тяжелый файл, что ли? Сложный файл скачать? Помимо всего прочего. Значит, на проекте, да, с ним не указано ни один переход через него. То есть нет... Который точно так же... Который файл должен располагаться через 200-300 метров, то есть переход через трассу. Через трассу. Через веру, что... Переходы не всего. Дело в том, что, если даже трактовать эту трассу как с трассой, то переход будет в первую очередь без высосочек пустыта. Не, ладно. Я понимаю, что я понимаю. Мы можем согласиться с этим, да, здесь такое... Вот, у нас есть четыре вопроса. Значит, фиксируем, фиксируем, это все. Да, я сегодня поуждаю. Пожалуйста, проектировщики, я так понимаю, что планируется снос всех гаражей, которые идут вдоль железной дороги. От станции Пунцево, да, улицы Гвардейской, так? Точно, да. Так, а что делать? Во-первых, это частная собственность. Президент говорил об охране частной собственности. Второе. Куда мы будем жевать машины? Вы представляете, сколько машин окажутся около домов? Сейчас делали карманы, которые все равно около нашего дома некуда ставить машины. Вы представляете, все эти машины окажутся на улице. И затем выкладывали деньги в это все. Такое предложение у меня. Предложение такое. Сейчас вы ещё не читали фратпик, а мы помогли о том, что ради бога. Предложение такое. Давайте сделаем дорогу с той стороны железной дороги. Нам не отвезут видели... ...которые мы можем перенести на нашу сторону. ...как у Л 962 ...за грамочной станции, есть место. Для них можно построить дорожи, Спасибо. Формулирую вопрос ваш. Значит, первое, компенсация гаражных мест, правильно? Гаражей. Правильно. Второе, перенос дороги на сторону района Курсово. Правильно? Правильно. Пожалуйста. По первому вопросу. Подождите, ответит человек. Пожалуйста. По первому вопросу. По достатанному пространству предусматривается размещение гаражей. Я уже на этот вопрос отвечал. Гаражей размещается от 2,5 до 3 тысяч по достатанному пространству. Что касается второго вопроса. Переносим магистрали на сторону улицы Ивана Франко. Значит, в настоящее время, это предпроектное предложение. В настоящее время не получены технические условия по прохождению магистрали от железной дороги. То есть здесь, как бы, мы сейчас работаем над этим вопросом, его, как бы, будем тоже рассматривать. Дальше, как бы, это будет рассмотрено. Пока, как технические условия, не получены. Из того, что, как бы, идет развитие железной дороги. Это федеральная земля. Это не федеральная, это московская земля. Микрофон у вас у тебя? Хорошо. На, пожалуйста. Пожалуйста. Матвеев Юрий Владимирович, член СССР, год был 26. В нашем москопе получено обедомление о расторжении договора на аренду земли. Автостоянка существует на 1974 года. У вас возобновить договор до начала строительства с нами отказывается. Районы власти, но обедомление получено от Департамента земельных ресурсов в городе Москвы. А какой-либо компенсация, опять же, машина МИС, тоже речь не была до сих пор. Мы предложим урегулировать отношения с гаражно-строительными кооперативами, которые в том числе находятся на аренде земли. Потому что в любом случае его регулировать, где будут стоять машины. Потому что эти машины будут выставлены во дворы членов жильцов района. Спасибо. И, опять же, поддерживаем предложение, вот, честно, заряд о прохождении по правилоположной стороне жильцовой дороги трассы. Такая очень интересная городская организация, которая строит зародные гаражи. Строит где-то в таких местах, очень интересно. Значит, мы сейчас будем делать встречи, чтобы у вас на месте, в ваших гаражных кооперативах, вообще по всему району, пусть дирекция к вам приезжает и рассказывает, что она будет делать, что она не будет делать. Потому что мы за них отвечать устали. И выслушивать вот эти вещи от вас, оно, конечно, неприятно, но вы правы. Вы им напрямую. А для чего же занимаете кресло? А мы к вас привезем. Мы к вас прямо привезем. Откуда? Освободите, пожалуйста. В управе графикист. Во всех гаражных кооперативах. Так, пожалуйста. Вы не можете решать вопрос. Освободите, пожалуйста. Вопрос к проектировщикам, да, как бы, рассчитано 4, Никита, Андрей. Как мы знаем, у нас приоритетом является Городостроительный кодекс Российской Федерации, все-таки, а не города Москвы. И, соответственно, при принятии документов территориального планирования Российской Федерации, документы и проекты планировки должны быть нестины соответствующие изменения. Хочу вас обрадовать, что 15 сентября текущего года правительство Российской Федерации приняло схему развития Российской Федерации в части федерального транспорта. В том числе по узлу Московской железнодороги, которая предусматривает развитие как с северной, так и с южной стороны. Поэтому предложение такое. Доработать этот проект вообще, в принципе, посмотреть и внести соответствующие изменения. То есть, а если сейчас этот вопрос уже не актуален, вам надо будет отказаться от северного дублера вообще. Потому что решениями, которые прорабатывают вариант южного дублера, я не знаю, какого другого, в принципе, это возможно. Но то, что эта схема, она опубликована, она внесена в Федеральную государственную систему ГИСКП, Территориальную планировку Федерации. Можно с ней ознакомиться. Она предусматривает на сцене правительственной комиссии, возглавляемой Дмитрием Товарищем Козаком непосредственно. Она действительно предусматривает значительное количество увеличений скоростных поездов и так далее, и так далее именно на этом участке. Я прошу вам, чтобы это было внесено соответственно в поведение скоростной, и пока от этого вопроса отказаться вообще. И уже после изменений провести поведение скоростной еще раз. Спасибо. Пожалуйста. Следующий вопрос. Зарплату в вас. Сказала Галина, улица вашего Неделина, дом 36, корпус 1, живу на первом этаже. Это очень важный момент. Может быть, у меня слегка наивный вопрос, но он будет к представителю, извините, не помню имя, девушке, которая из экологов. Вот, когда я пыталась задать вопрос, почему-то меня игнорировали. Все говорят о шумоизоляции. Но вы знаете, вот я астматик, меня волнует. Вы поставите шумонепроницаемые пакеты, да? А чем мы будем решать? Ведь по всем слепам предполагается проведение помещений жилых, особенно если есть маленькие дети, вы же знаете, по нескольку раз в день. Чем мы будем дышать? Да, девушка, скажите. Шумо, не проговорим, шумо непроницаемые стеклоподъемы. Тихо, она скажет сейчас. Вы представляете, какой будет суть? Скажет. Причем, рядом с нашим домом магистраль пройдет, насколько мне понятно, на уровне четвертого, третьего этажа. Эстакада. Наверное, для того, чтобы разбрасывались пониже и получше выхлопы. Чем мы будем дышать? Ответьте. Спасибо. Кому это интересно? Это, в первую очередь, на ваш вопрос, и что касается шума, первого этажа. Нет, вы чайник, вы составите мой вопрос. Чем мы будем дышать? Дышать не хотят. Что мы хотим? Здравствуйте, минутку. Я понимаю, что при установке стеклопакета, вы задаете вопрос, как будет отшляться проветривание пониже? Нет. Я когда рассказывала про шуму защиты, вы меня просто не расслышали. Я употребляла, что стеклопакеты будут поставлены с клапанами. Вы меня просто стыдите, я не расслышу. Нет, 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 это число касается воздуха. Да, да, экологическая часть проекта содержит как акустическое влияние, рассматривание, так, и химическое, и физическое, и физическое, что касается воздуха. Почему она не была представлена? Причем расчетом, который проводился, гостированный в программе ОНТ-86 по программе «Интеграл» больше одного ПДК по всем ингредиентам, загрязняющим атмосферный воздух, нет. То есть, дожил... Вы путаетесь! Вы путаетесь! Продолжение следует... 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 В одной процедуре, что должны быть проведены замеры архитектурные, прочностные. Мы понимаем, что в районе большое количество ветхих зданий, ветхих или близких к этой ветхости. И какая-то организация должна взять на себя ответственность за те данные, которые поступят в проектную часть этого проекта. Поэтому, потому что, если этого не произойдет, потом, что называется, после драки кулаками не мажешь. Мы не видим ни одной буровой. Вы, пожалуйста, не уличайте. Это стадия предпроектов. Вначале это было сказано. На стадии проектного проектирования будут проведены все замеры, будут исследованы все дома. Есть специальные организации, которые на стадии проектов проводят данные исследования. Прежде чем поступить, к уборению, либо еще какие-нибудь работы на данные переборки. Я думаю так же. Здесь есть одна маленькая рука. Во-первых, действительно, эта трасса, которая не имеет слезда к Кукурсу строить в Можайском шоссе, она не является тупором птичей. Эта трасса транзитная. А куда я? Куда. Очень просто. Москва-Сити. Там будет огромное количество машин. И Сколково там тоже будет большое количество машин. Все эти цели эта трасса сделают. Вы так, извините, говорите право людям. Мы делаем это для этой цели. Теперь, второй вопрос. Как ехать к Сколкову? А очень просто. Люди будут доезжать до улицы Боженко, сворачивать на нее, на этой узкой улице разворачиваться и ехать в сторону Сколково. Но она и сегодня забита. А там, на этом развороте, будет стоять не один ряд левый, а как минимум два, а то еще три. То есть Боженко будет забита. И люди потеряют там то самое время, которое они будут. А почему молчат, что там еще с левой стороны еще корду ведут? Дорогие проектировки, во всех смыслах. Почему здесь молчат? Там еще северо-западная корда идет. Спасибо. По первому вопросу от связи Дублева с Дублево-Кутульского проскекта с Дублевским проскектом на Дайском шоссе. Значит, на участке Дублевского шоссе предусматривается три связи Дублево-Кутульского проскекта с Дайском шоссе. Вы бы, наверное, не совсем как питание изучили два разных направлений. Значит, первая у нас это в районе Старо-Дублевского шоссе, это первая связь. Вторая связь в районе Минского шоссе, Минской улицы. И третья связь в районе Барклая. В районе Минской улицы нет связи с Можайским шоссе. Вы ошиблись. Значит, я еще раз пытаюсь. Вы, значит, не детально изучили. Нет, я детально изучал планы. Значит, мы сейчас рассматриваем участок Дублево-Кутульского проскекта, проходящего по району Можайский. В районе Можайский связи с улично-дорожной сетью не предусматривается. Ситуация, что район трассы проходит. Брандитом. Брандитом. Значит, единственная связь с вашим районным. Ради кого страдает? Девочки, пожалуйста. Девочки, пожалуйста. Девочки, пожалуйста. Я хочу сказать, 8 километров. Зачем вы говорите глупо? Почему 8 километров? У нас трассы всего лишь 10,2 километра. Значит, Дублевское шоссе от Можайского, а Махада находится на расстоянии 4,5 километра. 4,5 километра. Да. Без остановочного движения, без светофорного регулирования. Прекрасно. Но, вы говорите, что это разрушает Божайское шоссе. Я живу, допустим, на Божайском шоссе на другой стороне. Значит, чтобы мне попасть на эту праздность, если я хочу сюда поехать, мне надо будет сделать сюда 4 километра. На Минскую улицу. И обратно 4 километра. Вот вы и разрушаете. Вот ящик, можете это пожелание припоставить. Давайте следующие вопросы. Скажите, пожалуйста, проект этого дублера в этом видео, он уже утвержден или нет? Нет, нет, нет. Нет, еще раз, я вот еще раз просто повторяю вам. Я понял, не очень ли вы жители. Нет, ну просто вы не один задаете этот вопрос. Вы просто выкрики как бы вниз в зале. Значит, это предпроектные предложения. Значит, дальше есть стадия проекта. Дальше есть стадия, вот ваши предложения, которые будут учтены, будут рассмотрены. Здесь мы обсуждаем данное планировочное решение. Вы высказываетесь под данным планировочным решением. Все вопросы ваши, они как-то написываются и принимаются. Спасибо. Значит, посмотрите, у меня еще предложение есть. Значит, пожалуйста, вот у нас сейчас здесь слушание, правильно? То есть администрацию интересует, в том числе мнение жителей этого района относительно проекта и дублера. Теперь давайте посмотрим, кто за то, чтобы дублер по данному проекту не строить. Мы желаем, что проголосуем. Нет! 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 Нет, согласно! И сейчас мы прямо не прям вовсе! Это мы в самом начале. Я понял. То есть мы сами люди с дублами священ, сумасшедшие среди вас, нет, и для нас тоже. И мы прекрасно понимаем, что, извините, только самотачий, не бывает может согласиться у себя под домом, построить 6-полосную, 8-местную дорогу. Дорогу, 8-местную дорогу. Это очевидные вещи, это аксиомы. Всякие сертификаты экологические можно повесить на стенку, и от этого станет легче дышать, глядя на них. Понимаете? Я принимаю это, что вы не понимаете. Вы размеетесь, понимаете? Дальше. Смотрите, вопрос, нет, а в предложении. Посмотрите, вот сейчас мы здесь соберемся, обсудим все это очень хорошо, да? Вот. И в результате должны появиться две бумажки. Первая бумажка, это протокол нашего собрания, который почему-то не ведется, я этого не понимаю. Ведется в начале слушания, где вам было сказано, что все, что вы говорите, все пишется на видеокамеру и на аудиозамерах. Все готово, спасибо. То есть протокол где-то здесь ведется, он будет готов. Не пропадет. Дальше, поэтому протоколу будет подготовлено решение этих слушаний. И вот вы меня извините, конечно, я очень удивлюсь, если в этих решениях будет формулировка о том, что все жители против дублера. Против строительства. Я думаю, скорее всего, там будет формулировать, что большинством голосов все будут собираться. Жители за строительство дублера. Я в это не верю, вы, кстати, тоже. Вы нормальные люди, не сумасшедшие. Понимаете? Теперь дальше, смотрите. Это относительно того, что может быть. Что я предлагаю, чтобы этого не произошло. Значит, когда будут где-то в дебрях префектуры подготовлены протокол, да? Вернее, будет готовиться. Не в этом дело. Необходимо, чтобы он готовился совместно с представителями группы инициативных оппозиционеров этого дублера. И чтобы все фамилии, которые вызывают подозрения, проверялись. Потому что масса, извините меня, непонятно, какие фамилии и непонятно вообще, какие люди. Я знаю Павелия Давыдкова. Это раз. Дальше. Может быть, даже есть смысл учесть. То есть, скажем так, вот жители, которые живут непосредственно с дублером, ну, да, рядом, которые выходят, извините, они хребнут больше всего этого. Может быть, даже их голос два к одному следует считать. Потому что в глубине им по барабану что-то устроить. Понимаете? А район один, Можайский. Понимаете меня, да? Ну, оговорились вы, что это? Да, вы же видите, я так выяснил. Я понял вопрос. Как вы собираетесь подписи вашего района? То есть, у меня вот такое предложение, чтобы нам и избежать фальсификации в результате всех этих собраний. А все остальное это вторично. Основная мысль там, что дублер не нужен местным жителям. Просто не нужен. Понимаете? И вы все понимаете, прекрасно знаете. Он нас уговаривает и навязывает. В общем, спасибо. Нас пришло. Кто за то, чтобы совместные подсчеты... Ты все против дублера, дедушка? Кто за строительство дублера Кутузовского проспекта по данному проекту? Поднимите руки. Вы за строительство дублера? Против дублера Кутузова. В течение 7 дней, пожалуйста, кто еще вот здесь не выступит, кто еще какие-то мысли имел, пожалуйста, в управу ящичек все. А больше нельзя? Противление не будет. Противление не будет. Через 7 дней будет сделано протокол от этих публичных слушателей. В управе. В интернете будут размещены. В интернете будут размещены. Нет, вы вправе копию. А, ну тогда извините. А у вас не шутка? Подождите. Мы сейчас говорим о том, что... Вот, подождите. Подождите. Вы же видеоконалили? Или мы там пленку будем поначалу перематывать? Или шифрами? Значит, дальше. Следую. Протокол сделан через 7 дней. Я в Керке. В Керке будет сделано протокол. Вот то, что сейчас происходило, все будет висено. Кто будет вносить? Отдел управы. Ваши управы. А будут представители оппозиции, которые присутствуют? Я вам сказал, придите, получите копию протокола. Вы не поняли. Вы не поняли. Речь идет не о собственной копии протокола, а о процессе его создания. В процессе его создания должны принимать представители администрации уважаемых и, извините, лидеры оппозиции дублеров. А есть инициатива. Я вам ответил. Я вам говорю. Администрация принимает в этом участие, что она снимает вот эту всю информацию, которая сейчас происходит. Вот она, видеокамера. Вот аудиозаписы. Все это ложится на бумагу и передается в окружное городское... Голос-строительное, конечно. А почему вы не хотите пригласить представителей инициативных групп для работы над этими двумя важными документами? Как вы представляете себе? Ну, как элементарно. Есть у нас инициативные группы здесь? Мы будем вот здесь кого-то отправлять. Мы будем смотреть. Пожалуйста, пусть кабинет далили, посмотрите, кто наушники слушает, а кто видеокамеры слушает. Пожалуйста. Дальше что ли? Ну, вот смотрите, вы зашли, мы реализовали работу, а один человек тоже здоровый. Ну, почему, мы можем несколько лететь, пожалуйста. Я вам могу телефон? Не надо. Как вы представляете себе, как в оргаделе работает пять человек, помещение маленькое. Дальше что делать? Знаете, что я могу сказать? Тут лично меня власти гадели не надо. И я не удивлюсь, если там напишут, что все за дублёк. Вы понимаете, почему это за дублёк? Значит, я вам отвечу на это слово. Все эти слушания, они абсолютно ничего не знают. Вот она, видеокамера. Вот она. Что она снимает эта видеокамера? Вас? Что записывает на аудиозапись? Вас? Она, диапазон, не такой. Она слышит, что там говорят, что там говорят. Значит, по итогам сегодня, подождите, по итогам сегодняшней встречи, кто интересуется, посмотрите, включите запись в любом месте, и всё будет там же. Извините, может быть, вы отказываетесь от совместной работы с жителями района, от протокола и решения собрания. Я так вас понял? Это будет делать все префектуры? В префектуре ничего делать не будет. Ну, кто-то, но без жителей. Управо. Пожалуйста, я готов встречаться с жителями в течение работы над протоколом. Да, именно работа над протоколом. Вместе седраться. Понимаете, там писать-то много не надо, что жители против дублёк. Всё, неправо. И кто выступил с чем? Без вопроса. То есть, можно-то вам подъехать, можно сказать, мы не сделаем без вопроса. И там будут стоять. Пожалуйста, организуй и не толпуй. Пожалуйста, выставите представители. Не надо вот то, что сейчас. А вы решение, да, Михаил Иванович? Прямо можно будет обратиться. Мы еще наше представители. Спасибо. Дайте, дайте, дайте. Дайте, Юрий Иванович. Скаж, пожалуйста, а вот такие слушания проводятся в организациях, расположенных на территории Кунцевского района? В данный маршрут идут слушания в Кунцевском районе. Я говорю, в организациях. Организациях по закону не проводится. Спасибо. Можно мне? Дайте, дайте. Девушка, дайте. Девушка, дайте. Девушка, дайте. Девушка, дайте. С Пизман до 2025 года. Вы сказали, что это относится к современному дублеру. Вот я еще раз повторяю. Там не с этой стороны. Пожалуйста, ответите. Тут такой вопрос. Девушка. Да, вопрос такой прозвучал. Значит, был вариант, который проходит с другой стороны железной дороги. Был такой вариант. В кем план он как бы занесен, в настоящее время он рассматривается, но и как я уже говорил, что в настоящее время не получены технические условия от железной дороги, которые являются федеральным собственником. Так вот, мы не бежим перед паровозом, мы представляем вам предпроектные предложения. На стадии проекта будут все вопросы более детально, что нет. Мы хотим вашего проекта. А если мы хотим, то проекты рассматриваются. Ответили, нет? Нет, я еще не совсем не хочу. Знаете, сказать вот такую вещь, что можно не только пикарфон. Я вот, значит, хотела предупредить, что мы будем собирать подписи. Значит, нами работали юристы, моя фамилия Суворченко, Лагарина Акимовна. Я астматик, и в моей семье двое астматиков. У меня еще вот тоже есть астматик. Живу в доме 30, корпус 1, квартира 84. Значит, я работаю в МИГАИКе, Московский институт инженерии, геодезии, архитационной гектарографии. У нас там очень опытные юристы. Я, значит, консультировалась с начальником правового отдела. Почти про все нарушения было, в общем-то, сказано. И нарушение протокола, вот это вот, что не было сведений. Это должно быть по строительному кодексу. Про нарушение генерального плана. Ну, мало ли, что дорога железной не дает. План-то все-таки не тут у нас должна проходить эта дорога. И, кроме того, много других. Никакая хозяйственная деятельность не должна нарушать главного. Экологию окружающей нас природы, экологию жилища и здоровья людей. Это гораздо дороже, чем может быть тот проект. Там, по-видимому, нужный слаб с нас не дорожили. А это дороже, надо компенсировать. А у нас? Мы тут все умрем. Мы будем в газы камень. Понимаете? У нас будет 80 метров, 85 метров до железной дороги. У нас не будет зеленых насаждений. Это легкие зеленые наших домов, вот этих трех маленьких. У нас старый дом, у нас трещины. У нас и так, у нас тесные квартиры, нечем дышать. У нас будет шестиполосная полоса и стакада. У нас и так есть на стороне 10 метров двухполосная. Еще железная дорога из розоветров северо-запада дует именно на наши дома. Поэтому мы будем, вплоть до сюда мы дойдем. Девять инстанций. Я хочу узнать, когда мы должны сдать префектуру свою, свой подписыватель, до какого дня. Уважаемые товарищи, вы можете заниматься этим прямо сейчас. Сейчас еще рада. Подождите, подождите. Я просто еще раз проясняю эту ситуацию. Это ваше право. Значит, сейчас мы сегодня говорим о предпроектной документации. Вот предложить, ну давайте просто так скажем. Мы нам дают сейчас, для жителей района, нам дают сейчас предложение, как это сделать. Вы принимаете или не принимаете высказывания. Вы рассказываете, они выслушивают все, заносятся в протокол, до чего это и делается. Когда считаете в протокол, тогда и пособирайте полосы. Пожалуйста. Жеглов Игорь Викторович, маршала Невелина, 2.34, корпус 1. У меня вопрос. Если вы собираетесь сделать транзитную трассу, почему вы ее не сделаете под землей? Или же есть южнее Можайского шоссе огромная промзона? Пожалуйста, хочу. Значит, здесь, здесь, замечали, вопрос про жилую застройку. Если это сделать тоннельное прохождение, то жилая застройка просто рук не пострадает. Южнее Можайского шоссе огромная промзона. Тоннельное прохождение, которое термически не исполняет. Скажите, пожалуйста, я понимаю так, вы помогаете рассмотреть тоннельное прохождение? Нет. Тоннельное прохождение. Тоннельное прохождение для правильного культура в Киевском управлении Железной горы. Тоннельное прохождение для правильного культура в Киевском управлении Железной горы. Тоннельное прохождение для правильного культура в Киевском управлении Железной горы. Тоннельное прохождение для правильного культура в Киевском управлении Железной горы. Тоннельное прохождение для правильного культура в Киевском управлении Железной горы. Тоннельное прохождение для правильного культура в Киевском управлении Железной горы. Второй вопрос. Какова пропускная способность сейчас вашего проекта? Я живу по улице Невелина, вот дом 40, он самый близкий к железной дороге, это самое горлышко. Значит, машины там пойдут буквально чуть ли не полотно. Вот какова пропускная способность вашего проекта? 3000 автомобилей в час. Мы задохнемся все. Ну, ясно. Все ясно. И предложение. Вот мне кажется, оно более-менее. Сделайте все-таки, расширьте существующую мазайскую трассу. Там самые минимальные. Там есть, конечно, дома какие-то, но там очень большие есть резервные зоны. Там же можно действительно расширить и безболезненно, и со всего это будет. Все. Вот здесь тормозит. Здесь топоры должны тормозят. Что касается реконструкции Мазайского шоссе. В настоящее время проходили слушания также в управах и по проекту планировки линейного объекта Мазайское шоссе Кутузовский проспект, с кем предлагается также мероприятие по увеличению пропускной способности. В том числе, самое такое значительное, это строительство довольно-таки протяженные эстакады. Вот сегодня есть светофор на пересечении Срепиногой улицы. Здесь у вас рядом. Вот. Значит, будет построена эстакада шестиполосная для того, чтобы ликвидировать три светофорных объекта на этом протяжении. А также реконструкция транспортно-развязки на печенье с Абкадом, который сегодня стоит. А также реконструкция участка областного участка, который проходит уже по центру Абкадского шоссе. Все это делается параллельно, и этого недостаток. Это просто речь, чтобы удобнее было, а то на Мазайку заезжали. Да, пожалуйста. На Мазайку подъезжайте. Микрофон, пожалуйста. Ну какие вы сейчас? Я так понимаю, что сейчас здесь собрались все жители Мазайского района. Как я поняла, вы для себя картину. У нас все сейчас дороги, которые планируются, все идут по кварталу семьсотек. Никого не ехали. Никто сейчас не сказал, хотя в прошлый раз я слышала. Еще северно-западная хорда идет. Да, конечно. И тоже много полос. Я так понимаю, эта хорда свяжет с севером. Сколько? Дублер. Это тоже транзитное. А вот вы, как главы управ Мазайского района, вы что защищаете жителей? У нас транспорт сейчас. Мазайское шоссе для Одинцова. А наутром из Одинцова в Москву, вечером обратно. Мы не можем ни туда, ни сюда. Вы сказали нам в прошлый раз метро не строится. Вот я, например, до Крылатского заезжаю. Я выхожу за полтора часа. Но это смешно. Но улица Кувенко забита сейчас до эстакана. Мазайку расширьте. Сделайте транспорт для жителей. Мы действительно в прошлый раз назвали островники. Мы действительно никуда не можем выехать. Я как поняла, съезды на нее будут, вот эту транзит. Пусть даже в Одинцово. Пусть даже если я там поеду за город куда-то. Но я до Минки должна доехать, чтобы туда выехать. А от себя я также заперта выйдет. Я на работу не могу добраться. Но это же смешно. Бабушка в прошлый раз говорила, хорошо, экология все. Но ведь еще есть молодые жители, которые действуют на работу. У нас напротив вашей стоит остановка, на которой зимой, простите, вообще мы с вами добраться. Ничего не ходит. Транспортное снабжение вообще этого района само не развивается. А сейчас нас хотят еще добавить, нам расширить дороги и заключить нас вообще к нам. Спасибо. Ну мы опять пришли. Правильно? Отстаивайте наши интересы. Не сбросите с мигалки. У нас нет информации, вы никакой информации не даете. Я случайно увидела эти партии? Случайно. Случайно, конечно. Нигде ничего не есть. Пожалуйста. Инициативы группы, спасибо. Так я не поняла. Теперь моя фамилия Зенкина, Гвардейская-16. Покажите мне, пожалуйста, как я должна буду ехать на Гвардейскую, через Минскую, через Одинцово, через какие дыры? Через Ситя. Через Вожайский. Через Ситя. Какую дырку мы-то будем лезть на Гвардейскую? При ваших развязках. Есть развязок с маршем людей. Покажите, пожалуйста. Не надо даже показывать. Вы не слушаете. Либо слушаете, либо не слушаете. Значит, вы будете приезжать к своему дому, приезжать по существующей схеме движения. Ничего не меняется. Дублево проходит транзит мимо вашего района. Дублево проходит транзит мимо вашего района. Следующий. Значит, у нас есть открытая Филевская линия метро. Если у нас собрались здесь проект, обсуждают специалисты, которые умеют строить по железным дорогам, то железная дорога, насколько вы знаете, через реку Москву-реку, Москву-реку идет напрямую до Москва-Сити. И с нашей стороны, с нашего стороны нашего района, открытая линия метро может спокойно выходить на Молодогвардейскую улицу, от которой вы сначала все отбояриваетесь. Вот стройте там, и никто, и пусть с вами борется с жителями Молодогвардейской улицы. Второй вопрос следующий, процессуальный. Значит, по поводу протокола. В суде с протоколом сторонам дают ознакомиться. Есть обязательный процессуальный срок. Так вот мы хотим тоже, значит, ну инициативную группу у нас здесь активную. Но мы решили, что присутствует, значит, мы должны ознакомиться с протоколом и иметь право внести в него замечание, на котором будет отметка, что они приняты. Стоп, 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 подождите, останавливаемся. Мы сейчас договорились, что инициативная группа с протоколом работает, правильно? Нет, подождите, с протоколом нельзя работать. Протокол надо изложить на бумаге, поскольку каждое слово в нем должно быть сфиксировано. По массу работать с ним, это уже кощунство. Что значит работать с протоколом? Я бы выяснился, что инициативная группа контролирует протокол, правильно? Нет, подождите. Подготовить, мы должны ознакомиться с протоколом и унести в него официально замечание. В протоколе, еще раз подчеркиваю, будет указано все, что сейчас говорилось, аудиозапись, все, что говорилось, дублируется видеозапись, изменения туда не надо. Изменения не нужны никакие, но инициативная группа должна ознакомиться с ним, и если мы чего-то там не увидим, мы должны внести, а вы должны принять. Это другой вопрос. Для этого должны быть сейчас озвучен какой-то срок, какой срок мы вправе с этим. По закону он озвучен, 7 дней после проведения в публичном слушании. То есть через 7 дней мы вправе с идти, ознакомиться и подать замечание. До 7 дней. До 7 дней. Нет, ну извините, чтобы подготовить замечание, но это тоже не один день. Извините, 2-3 дня нужно, чтобы внести внести внести. То есть завтра можно явиться за протоколом, начать закончиться. Давайте завтра день отдохнуть, а? Да, извините. С понеделью, конечно. С понеделью, все спрашивайте. Пожалуйста, мы сейчас так говорим. Пожалуйста. А кто примет эти наши замечания? Нет, и со стороны управы... В управу должны обратиться? Абсолютно нет. Со стороны управы... Со стороны управы... Вот начальник организационного отдела... Абсолютно нет. Абсолютно нет. Хиприсов Андрей Моратович. Кабинет. Пожалуйста, микрофон. Объясню почему. Вы пригласили нас обсудить проект. Проект для того, чтобы оценить, нам нужно знать, ну то есть это не нам, а в любом случае, цели поставлены, способ решения и насколько эффективно этот способ решает поставленные цели. Перед нами цели, сколько мы не спрашивали, не поставлены. Непонятно в числовых коэффициентах, что ставится, какое решение должно быть достигнуто этим способом. Нет и ни разу не озвучивалось преимущество между несколькими вариантами, которые подтверждено, что было несколько вариантов в числах. Какой лучше, какой хуже, почему нет. Нет никакого сравнения. Это дешевле. Из того, что предоставлено. Из того, что предоставлено, что мы можем судить? О приоритетах, которые поставлены перед проектировщиками. Во всем мире сейчас приоритеты, это давно сформировавшаяся вещь. На первом месте пешеход-житель, на втором месте велосипед, общественный транспорт, на третьем месте автомобиль, на четвертом месте стоящий автомобиль, то есть парковка. Гараж, парковка, неважно. По этому проекту все, что мы можем видеть, то, что приоритеты вы поставили самые последние относительно всего мира. Да, то есть только машины и только парковки. Этот проект рассчитывается явно не на год. Мы сейчас смотрим не на то, что сейчас будет в Москве, а на 50 лет вперед. Что мы видим? Что пешеходов здесь не нужно, ни одного перехода не предусмотрено, что общественный транспорт не нужен. Мы не видим никаких скоростных трамваях, мы не видим монорыльцев, мы не видим скоростных автобусов. Ничего из этого мы не видим, кроме автомобиля и парковочного места. Исходя из этого, мы категорически против этого проекта. Он не может быть рассмотрен в таком виде. Спасибо. 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 Вопрос на цифровую данную. Не важно, все проекты вопросов. И полностью, но... Значит, я, наверное, начну с последнего высказывания. По поводу того, что приоритеты, какие виды транспорта и так далее. Значит, я вам еще раз напоминаю цель нашей сегодняшней встречи. Мы смотрим с вами конкретные проработки только по участку северного дуплера. Вы же, молодой человек, говорите сейчас о приоритетах велосипеда и прочее-прочее. Что такое? Что такое? Друзья, подождите, мы сидим вот так и закладываем. Я вам еще раз говорю. Мы вас все слушаем. Очень внимательно. Все ваши вопросы. И дальше будем продолжать работать. И с вопросами, и с проектом. Я прошу уважать здесь, кто выступает. Помолчите. Вы человеком заданы вопросы. Я на него отвечаю. Еще раз. И мы прекращаем отвечать на все ваши вопросы. Вы можете отвечать на вопросы. В настоящее время даже в нашем институте разрабатывается отраслевая схема организации белых дорожек в городе Москве. Это первое. Второе. Ведущая работа расширает схему от организации, где мы положим на диск в общественном транспорте. Сейчас вводится коррективы. Все видите, где полосы организуются. Тогда они работают не в системе. Ведется и разрабатывается программа гаражного строительства. Программа развития транспортно-пересадочных углов. Программа развития автостанций и автовазжалов. То есть работа ведется по всем темам. Это первое. Затем... В этом проекте это не должно быть. В этом проекте мы должны рассмотреть планировочные решения и отбить коридор транспортный. Может, в этой магистрали и не будет еще в течение 50 лет. Мы не знаем, что это даже не начнется. Но для того, чтобы можно было начинать хотя бы даже работать по мурению, то, о чем вы говорили, при ссорении фундаментов, для этого необходимо определить тот коридор и ту зону влияния, на которую доказано будет дубль. Это первое. Второе. То, что было первым в вопросе. Вы поймите, что говорить очень тяжело. Вот это все орете, я думаю, что я не оберегаю. Но вы же должны, чтобы хотите задаете вопрос, то есть ответ. Значит, что касается... Я отвечаю сейчас молодому человеку. Уважайте хотя бы своего соседа и жителя. Ну что это такое? Значит, что касается цифр, о которых вы говорили, и о том инфекции, который окажет этот дубльер вообще на состоянии вообще всей уличной дорожной сети, в том числе и на экологию, конкретно данного вашего района. Вы уже в густое... Значит, все... Вы говорите о своей пустое. Какой пустое, кто хочет волновать? А, пустое, что... Пустое, пустое, пустое. Пустое, пустое, пустое. Пустое, пустое, пустое. А не, тема, не, скажем, что надо будет служить. А кто еще? Мы это не будем. 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 А вы не можете... Заспокойтесь, пожалуйста, мне... Ликвидировать проект, все на этом. Все на этом. Значит, я отвечаю новому человеку, который задал вопрос. Не надо себя на миссию сказать. Значит, если вас интересуют цифры, мы вам все присутствуют, это бесполезно абсолютно. Мы все присутствуем. Мы все присутствуем. Против! 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 А меня есть такой... Против! Пожалуйста, немножко полминуты пишем я прошу. Заберите, я микрофон! Заберите, не пистите! Не надо двое двое двое. Понятно? Понятно. Значит, все, что мы сейчас договорились, все это занесено. Мы будем продолжать или мы на этом заканчиваем, потому что все понятно. Я отлично понимал, куда я иду, я отлично понимал, что я буду разрушить. Как любому человеку, вы думаете на большую радость, но если мы на это пришли и начали этот разговор, мы отлично отдавались на граждане. Как будете реагировать? Значит, мы никогда не пойдем против меня в жизни. Никогда не пойдем. Спасибо. Мы передадим. Но, поймите правильно, это такое публичное слушание. Роман Леонидович, скажите, что такое публичное слушание? Вот как по закону это делают? Публичное слушание — это информирование населения территории, где предполагается поведение таких либо работ, связанных с реконструкцией территорий и строительством, для того, чтобы они получили полную информацию и высказали свое мнение. Я не раз, потому что я сегодня пытался сказать, что все, что здесь прозвучало, никто ничего придумывать не будет. Вам открыли полностью все. Никто ничего придумывать не будет. Вот это все, что прозвучало, как положено, по закону, передастся в окружную градостроительную комиссию. Мы туда переговорим. За меня не надо собулять. Почему здесь не стали люди слушать про вчерашнего? По одной простой причине. Лукавство. Я приведу конкретный пример этого. Не перебивайте. Я людям отвечу. Речь идет о том, что нам только что сказали, что этот раз запроектируется для 3000 машин в час. Разделите на 6 полос. Это 500 машин по каждой полосе в час. Разделите на 60 минут и увидите, что у вас полторы машины в минуту. Стоп! Стоп! Куда вы уходите? Еще не закончилось ничего. Дайте пожалуйста. Господа, слушания еще не закончились. Если меня сейчас вырубят, я прошу тишины, чтобы меня было слышно без микрофона. Хорошо? Слушаем. Значит, вы уходите, да? То есть слушания не состоялись, я правильно понимаю? Нет, вы получили мнение и спросили людей. Так, стоп! Стоп, 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 стоп! Я вам отдам микрофон, хотите, отдам. Значит, смотрите, все очень просто. Ваше мнение сейчас нигде не зафиксировано. Да. И, в принципе, они могут написать, что вы все за. Поэтому сейчас нужно свое мнение оставить в журнале учета, мнения участников слушаний. Не на листочках, а в журнале. Значит, внимание. Подождите, пожалуйста. Да, может, так уже сделали Феридовыдка. Вот они сейчас уйдут. Да, 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 да. Листочки ни при чем. Вот. И если вы напишите просто свои замечания, они скажут, что это за. Поэтому сначала вы должны писать, что вы категорически против проекта. А потом уже можете писать свои замечания. У вас два проекта на рассмотрение, если вы помните. Проект реконструкции МКАД и проект строительства дублера. Правильно? Вот эти два. Нет, вы должны написать. Это первое. Второе. Значит, протокол, это все уже сказали, протокол будет. Значит, сейчас, пожалуйста, не уходите. Все отчетливо напишите это в книгу учета мнения. Потому что если вы не напишите, они скажут, что все за. Более того, они прекратили слушание до окончания всех вопросов. Это нарушение. Это нарушение. Поэтому вы можете занести это в протокол потом. Инициативная группа, где она? На руке. Инициативная группа, есть ли? Да, я, я. Все. Я все сказал, пожалуйста, друзья, действуйте. Ручку в руки и вперед, давайте. Журнал. Да. Пазло! 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 Почему вы не живут сайты? А почему вы не живут сайты, многого человека? Могу я поговорить с представителями власти? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Памчайте. А вас вы Adventure были. Конечно,��, я. Что вам? Почему вы такая? Нет, так она. Нет, так она. Я проезжаю тебе, разумеет. Так это называется книга, где вот надо... А вот там, где журнал? Видите, там же толчатся? Журнал. Это же называется журнал регистрации. Сейчас, секунду. А ну что, они не могут свой журнал какой-то... Ну смотрите, они всем раздали листочки, как вы понимаете, листочек можно выкинуть и подтереться им, например. Соответственно, это должно быть прошнуровано, пронумерованной страницей и так далее. Это все должно быть мне не слушать, чтобы туда потом ничего нельзя было вписать дополнительно, да? Понимаете? И тот журнал, он такой и есть. Вот, он должен быть такой, я не видел его. Они идентично могут сделать. Ну, надо требовать, потому что если это не так, то слушать мне, в принципе, ну, можно написать в протоколе, что не было журнала и так далее. Они, видите, они сразу, как только услышали, что я начинаю об этом говорить, сразу все ушли. А что ты раньше показал? Я что, потому что вижу, что люди уходят, и зря уходят, потому что они не регистрируют свое мнение. Мне не давали, мне просто не давали слова, да? Пиши его номер, держи его по поводу всего. А что по поводу всего? Я вам просто, я здесь не в инициативной группе, я просто снимаю видео. Я просто, я просто отдам вам видео, вот, ну, могу прямо сейчас, в принципе, если недалеко кто-нибудь живет, по USB скачать все, чтобы у вас была копия. Можно так сделать? Нельзя, значит, с тобой. Хорошо, а кому можно? Она почта скину, понимаешь? Оно большое будет. Я его на YouTube буду выкладывать, я думаю. Илья, вы далеко живете? Есть какая-то возможность скинуть видео прямо сразу вам на компьютер? Там объем будет огромный. А? 10 минут занимают где-то 1,2 гигабейта. Нет, ну по USB, по USB. Я просто к тому, что оно уже...